Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию проверенную нимфу, которая была уже проверена сейчас. Чем-то она будет напоминать ручейника, но абсолютно, как говорится, с ним ничего близкого нет. Значит, нам необходимо с вами крючок граб-шримп. Я взял номер 12, огрузил латунной бусинкой и прокатал свинец так, чтобы у меня была вот такая вот форма. Значит, нам необходимо из материалов вот такой люрекс. Это обыкновенный люрекс, который находится не голографический, а купленный в галантерийном магазине. Из него я буду изготавливать тело. И, как обычно, для сегментирования можно взять проволоку, но желательно использовать, чтобы была белого цвета. Можно просегментировать голографическим люрексом. Если у вас имеется в наличии вот такой материал, лучше, конечно, использовать такой. Можно использовать флуоресцентной леской. Для того, чтобы у нас был контраст тела, поэтому мы с вами будем использовать такой люрекс. И закрепил сразу две нити. Одной я буду сейчас выравнивать тело, а второй уже будем изготавливать нашу нимфочку. Давайте вспомогательной нитью подровняем наше тело и придадим форму. Мы придали нашему телу вот такую форму. И теперь я беру люрекс. Он должен быть достаточной длины для того, чтобы нам хватило полностью изготовить тело. Как будет ложиться внахлёст или, допустим, немножко скомканно, это уже не так принципиально. То есть мы должны с вами, вот, допустим, используя или вращение наших тисков, или вот так, как я, пройти и изготовить до 2 третих нашего подготовленного тела. Давайте изготовим. Мы с вами изготовили вот такое тело, обмотали его люрексом, и теперь нам необходимо вернуть нашу нить приблизительно вот до, как вы видите, начала жала. Теперь нам необходимо расщепить её и будем изготавливать без опушки, без перьев, без ничего, только лишь с помощью даббинга обозначим нашу грудь. Здесь нет, как говорится, в этой необходимости ставить блестящие элементы, учитывая то, что в нашей мушке уже достаточно привлекающих элементов. Значит, эта мушка была опробована на небольшом течении, но учитывая то, что это немножко был и залив, поэтому для карася это уже, я скажу сразу, что проверенная модель, поэтому здесь можете попробовать. Насколько вот в такой расцветке будут ловить карася в стоячем водоеме, я вам смогу сказать буквально через пару дней. Берём небольшими порциями наш даббинг. Я буду использовать, как обычно, вот такой фирмы Хэнс. Он может быть оливкового, чёрного, то есть подберёте для себя любой, какой вам будет подходить, но так, чтобы он не был сильно контрастным. Рыба немножко сейчас ещё пугливая. Вложили в нашу нить и начинаем скручивать. Количество не должно быть очень большое, мы только лишь с вами частично должны как бы обозначить лапки, грудку и в то же время не создавать, как я обычно говорю, жабо, которое у нас имеется при большом наматывании материалов возле шарика. Уводим бородки немножко назад и впритык к шарику, если за один приём не получается, пару приёмов будет достаточно. Вот такой пышности и величины мы ещё немножко общипаем, будет вполне достаточно, то есть более пышную не надо делать. Ну и теперь мы сделаем с вами завершающий узел и мушку приведём немножко в порядок. вот мы немножко подщипали, общипали, подровняли, выровняли. Вот такой лохматости вполне будет достаточно. Ещё попробуйте в болотном оттенке. Вроде бы были у меня сведения, что тоже помогает хорошо в очень яркую погоду. Пробуйте, экспериментируйте. То есть это конкретно связано под определённую поимку рыбы при определённых условиях. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!